МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем, как обычно, с футбола. В пятницу Алания провела домашний матч с футбольным клубом «Балтика», который находится на строчку выше в турнирной таблице. Состав красно-желтых на ваших экранах. Игра не должна была стать легкой пробежкой ни для одной из команд. Однако уверенный старт «Барсов» удивил даже фанатов. Уже на четвертой минуте Гурцев подловил защитника «Балтики» и от штанги отправил мяч в ворота. Второй не заставил себя долго ждать эффектно удвоил счет Артур Галаян. Ушли на перерыв с преимуществом в два мяча. Но на 58-й минуте наши ворота распечатали. Это немного напрягало. Если забили первый, могут и второй, и третий. Но все сложилось наилучшим образом. Основное время подошло к концу, а фанаты уже отмечали победу. Но Ислам Машуков решил, что нужно подарить дополнительные эмоции нашим болельщикам. И он забил третий мяч, поставив тем самым жирную точку в этой игре. 3-1, одерживаем важную победу на домашнем стадионе. Матч прокомментировал главный тренер команды. Мы очень хорошо играли. И по содержанию, по качеству очень хорошая игра была. Мы заслуженно победили. Мы очень надежно действовали в обороне. Мы не давали создать моменты. Не давали команде разбежаться. И у нас были хорошие голы, хорошие моменты, где нужно было еще просто хладнокровнее сделать, для того, чтобы это во что-то вылилось. Мы рады, что мы показали достойную игру и что обыграли лидеров команды, которая вышла в премьер-лигу. Крутая новость прилетела из-за океана. Севрастинский боец, уже полюбившийся фанатами. Азамат Бикоев будет драться за промежуточный титул организации ЛФА. Бой пройдет 16 июня. Встретится Азамат с американским «Халком». Диланом Бутко в рамках ЛФА 160. Формула чемпионского поединка – 5 раундов по 5 минут. Но остинский боец настроен на досрочную победу. Желаем удачи Бикоеву. Будем болеть всем сердцем. А вот с победой мы можем поздравить другого местного бойца – Чермина Губаева. Он провел свой четвертый бой в рамках ACA Young Eagles. На первой минуте третьего раунда изящно с левого прямого Губаев нокаутировал своего оппонента. Чермен идет на серии из четырех побед. Надеемся, это весомый аргумент для подписания Чермена в основной промоушен ACA. Следующая новость тоже о смешанных единоборствах. В прошлом выпуске я рассказывала о возвращении Тамерлана Кулаева в октагон. За этим бойцом следит немало фанатов. Кто-то отмечает технику, характер. А еще скажу, что это скромный, замечательный человек. Следующая беседа с ним. Амерлана, привет, спасибо, поздравляю с ответой. Ты даже не представляешь, наверное, насколько мне приятно видеть тебя вновь в октагоне. Три года простоя. Расскажи, как вообще эмоции, ощущения. Привет еще раз. Спасибо за поздравление. Эмоции были шикарные. Я все выплеснул, когда бой остановили и пару раз крикнул в октагоне. И все, на этом все эмоции закончились. А до не было никаких эмоций? До боя. Именно перед выходом? Нет, в этот раз я просто настроился так, чтобы выйти и просто получать удовольствие от происходящего. Чтобы психологически себя не загонять. У меня был простой в три года почти. Из-за этого я принял такой настрой. Ты спортсмена, который всю жизнь пашет в зале, мне тренироваться, наверное, даже неделю, это трагедия, да? Потому что человек привыкает к нагрузкам эмоционально, физически. Ты, понятно, что ты все равно, да, там, приходил, нет, в зал. Давай для начала скажем зрителям, почему у тебя не было три года в октагоне? В основном из-за травм. И я проходил длительную реабилитацию. Так получалось, что не мог никак вернуться в спортивный режим, в форму. И поэтому все так затянулось. Даже в последнее время даже решил, что оставлю этот спорт и уже пойду в другом направлении. Но мои друзья, это Азамат Бекоев и Махарбек Каргинов, они дали мне опустить руки. Для спортсмена, который всю жизнь в зале, там, пашет и так далее, тренироваться много времени эмоционально сложно. Как ты вообще вот это все перенес? Как тебе удалось не сломаться? Когда есть мечта, и ты к ней идешь, то ты, несмотря на что, работаешь и все преодолеваешь, что у тебя на пути находится. И каждую травму, каждую неудачу ты представляешь, как будто это очередной шаг, чтобы тебя сделать сильнее. Это Мирлан Кулаев, который выходил в октагон в 2020 году, и Тимирлан Кулаев, который выходил в октагон в 2023 году, это один и тот же человек? Или все-таки твое отношение, твои взгляды на спорт именно изменились как-то? Безусловно, это уже другая моя версия. Сейчас я выходил совсем другим настроем, как я говорил ранее. И даже взгляды на спорт тоже поменялись. Уже как-то с пониманием того, что даже если закончу карьеру, жизнь эта не заканчивается. Можно идти и двигаться дальше в другом направлении, искать себя в другой сфере. А в спорте, спорт это короткий период, где можно достичь результата. Особенно, когда случаются форс-мажоры. Поэтому не нужно психологически так загоняться и только реализоваться за счет спорта. На самом деле, ты не знаешь, что с тобой завтра на тренировке случится. В любой момент ты можешь сойтись с дистанцией. Поэтому чуть психологически надо полегче к этому относиться. Но в то же время отдавать себя полностью. Все делать для того, что от тебя зависит. А там уже будет видно. Расскажем немного про историю. Вернемся к истокам. Откуда вышел Тимирлан Кулаев как боец? С города Анатона. И вообще нынешние бойцы топовые. Все удалось, надо еще сказать. Это арбонская школа. Школа Марата Илаева. Ты начинал у Марата? Да, начинал и до сих пор мы вместе. А сколько пришел в бой? В 19 лет. А база какая-то была? База была вольная борьба. Почему решил перейти в бой? Как бы все так произошло, что ты с вольной решил перейти в бой? Ну, я вольную тоже оставил где-то в школе, в классе 10-м. Потом первый курс, начало второго курса. Я услышал, что Марат открыл школу свою. И мне просто стало интересно. Что это такое? Да, что это такое. Прям вот во дворе стоял, и там мой сосед занимался у Марата. Он пришел такой уставший, такой после тренировки. Я люблю это чувство, когда ты после тренировки уставший, у тебя такой... Приятная усталость. Да, да, приятная усталость. И начал его расспрашивать, где ты, где ты тренируешься, там. И он мне начал рассказывать, и меня это привлекло. И вот так попал. Вернемся к бою, да, немножко. Вообще, как... За сколько узнал о бою саму? И как проходила подготовка к твоему? Да, где-то за два-два с половиной месяца узнал. И начал потихоньку втягиваться. Ну, до этого я тоже уже тренировался. Начал полноценные тренировки. И когда узнал о бою, то уже конкретно подошел. И сделал, ну, сделал все, что надо, чтобы хорошо в форме вернуться. Подойти максимально хорошо в форме. А соперники тоже за два с половиной месяца узнал? Или... Нет, чуть-чуть позже. Сначала был один соперник и ранец. Потом он где-то за две недели до боя. Сказали, что у него не получилось с визой что-то. И поэтому сменили соперника. Нашли другого. А смена оппонента повлияло как-то? Может быть, ты конкретно к оппоненту готовился или нет? Нет, особо про иранца я тоже ничего не знал. У него особо, ну, в интернете боев не было. Поэтому смена соперника особо ничего не повлияла. Я вошел в хорошую форму. И мне уже было без разницы, с кем биться. А как проходила непосредственно сама подготовка к бою? Подготовка проходила в клубе «Восток» под руководством Марата Илаева и Батраза Тибилова. А также я тренувался и с Иналом Кадзовым, с Геннадием и с Димой Хасиевым. Он как бы разбавлял обстановку и работал с их учениками. Там тоже очень много бойцов. Хорошие, крепкие ребята, чтобы максимально разнообразить подготовку и спарринг-партнеров. В пользу случаем хочу сказать им огромное спасибо, что помогли, всегда рядом. Это очень приятно. За что я люблю смешанные боевые единоборства, как это за то, что там нет никакого конфликта. И может где-то какие-то мелкие конфликты между клубами. И есть такие... Спортивные. Спортивные, да. Здоровые конкуренции. То есть ничего личного. Если дело уже касается профбойцов, то никакой конкуренции, ничего. Такие все дружные, дружелюбные, между собой нормально. Вот эта здоровая спортивная конкуренция, если честно, ее не хватает даже. Если сравнивать с Дагестаном, то там она намного больше. Поэтому оттуда и очень много бойцов уходит. Что скажешь про своего оппонента, который вышел в итоге, да, в октагон? Он опытный боец, хорошенький, крепкий. У него хорошая позиция была до меня. Он с многими именитыми дрался. Грепплер в основном. Когда его сменили, тренер посмотрел его бой, я тоже посмотрел. В основном работал, его работа в партере была. Угрожал болевыми. В основном его серия побед из болевых. Поэтому Марат мне уже стратегию чуть подсказал, как будем работать и все. А ты вообще себя считаешь базовым борцом, боксером или все-таки больше универсалкой? Ну, сейчас стараюсь работать как универсал. Потому что бой начинается в стойке. Надо овладеть этими навыками, руками, ногами. Поэтому больше как универсал, я считаю себя. Ну, этом бой ты, наверное, доказал. Но без борьбы не обходится. Ну, конечно. Был настрой на всю дистанцию? Или вы хотели удостоверить? Не, изначально всегда настрой на всю дистанцию, на все 15 минут. А там уже как получится, и ты уже ищешь. Если есть возможность, надо завершать. Надо всегда искать досрочную победу. А когда выходил в октагон, не было ощущения, что ты первый раз туда выходишь? Ну, если честно, было как-то непривычно. Даже когда пожали руки соперником, чувствовалось, как будто я и так давно не дрался. Но какая-то другая дистанция была даже в бою. А в добивку к вопросам про то, откуда ты начинал, про Марата Элаева. Ты до сих пор, уже прошло немало времени, ты до сих пор тренируешься у Элаева. Многие, так считаю, скептически относятся к людям, которые тренируются у одного и того же тренера, мол, нужно расти. Ты как вообще придерживаешься, какого понимания? Можно ли тренироваться всю жизнь у одного и того же тренера? Конечно, можно. Безусловно. Наоборот, это даже какой-то ключ к успеху. Потому что за все это время мы знаем друга, друг друга уже от и до. И так как он знает меня, никто из тренеров не знает. И в процессе подготовки он подскажет, и во время боя, как, что надо делать, как действовать. Поэтому ученик развивается, и тренер. Они вместе развиваются и достигают успеха. Это, наверное, главное условие, чтобы тренер куда-то развивался. И тренер, и ученик. Из этого тот ученик. Какие вообще дальше планы? Куда собираешься? Есть ли уже какие-то договоренности, может быть, где-то? Ну, пока договоренностей нет никаких, но я не собираюсь больше простаивать три года. Поэтому максимально сейчас уже начал опять такие легкие тренировки, чтобы не растерять форму. И постараюсь максимально быстро вернуться. А как ты вес обычно готовишь? То есть приходится скидывать или просто просушиваешься? Скидывать килограмм 10 приходится. Но по сравнению с другим это не так уж много. Да, на самом деле есть бойцы, которые скидывают и 18, и 20 килограмм. Так что да. В соцсетях появилось 3ПМ-боем, появилось видео. Завтра у нашего брата Тамика Кулаева бой вас сам после долгого-долгого перерыва. Давайте все вместе его поддержим. Тамик, ты знаешь, что я за тебя топил всю дорогу. Братан, победы тебе. Всех приветствую. Совсем скоро мой товарищ Тамика Кулаев проведет бой. У него был простой в три года, и мы очень долго ждали его возвращения. Я желаю ему удачи и самое главное без травм. Остачь Дембал. Тамик, желаю тебе победы в предстоящем бою. Ты прошел через много травм, тебя не остановили. Давай покажи им свой российский характер. После долгого простоя, 19 мая, возвращается Тамика Кулаев, чемпион мира по бою в самбо, чемпион Миан-Иглз. Ждем очень зрелищного боя и красивой победы с возвращением Тамика Кулаева. Друзья, уже завтра состоится возвращение нашего брата, чемпиона мира по боевому самбо и чемпиона Грам-при, Беркут Ян-Иглз Тамика Кулаева. Давайте поддержим нашего брата и пожелаем ему удачи. Ира Таражма! Насколько я поняла, это Азамата Кулаева, да, задумочка. Ты вообще ожидал и какие эмоции испытал? Вообще не ожидал, если честно, так как я в соцсети захожу последние 2-3 дня, перед боем особенно. И когда мне Махар показал, мне было очень приятно, это прям воодушевило меня. И на самом деле эта поддержка очень многое дала мне. Вот ты ранее сказал про то, что на спорте нельзя зацикливаться, что не нужно относиться к нему как к смыслу жизни, да, наверное, потому что можно в любой момент, если что-то случится, закончить карьеру. Но, наверное, ты меня поддерживаешь в этом высказывании. В спорте есть, что я за много лет работу с вами вижу, ваши дружеские, максимально теплые отношения между ребятами, будь то другие клубы, будь то что угодно. Как думаешь, можешь ли ты сказать, что самое главное, что дал тебе спорт, это друзей? Конечно, несомненно. Это верные друзья, которые останутся с тобой по жизни. Не только в спорте, не только на тренировках, но даже за пределами зала мы постоянно на связи, встречаемся, помогаем друг другу, когда надо. Поэтому это друзья на всю жизнь. А когда один из близких друзей из-за океана, какого? Скучаешь по Азават? Если честно, нет. Я с ним каждый день на связи. Тем более сейчас по видеосвязи мы в день по два раза можем созваниваться. Вообще не чувствуется расстояние. Просто его рядом тут нет. Если честно, не соскучился. Азамат, ты его слышал, мы по тебе не скучаем. Тамилан, спасибо тебе огромное. Спасибо и вам. Надеюсь, ты сказал, когда есть какая-то мечта. Надеюсь, это та самая мечта. Я даже не попросила ее озвучить. Пусть она будет сугубо твоей личной. Она будет в голове. Пусть та самая мечта сбудется. Спасибо, спасибо большое. Всегда приятно с вами общаться, нелиться. Ну вот и все. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»